Что они сделают? Они с 7 миллионами до зубов вооруженных наемников, убийц, которые были заточены на убийство и убытки мед и граждан, на уничтожение полностью России, превратение их нас в врагов. Поэтому что они сегодня могут сделать? Они могут только рассчитывать на то, что территорию 404, используя этих безумных людей, которые зомбированы, которых не жалко. Францы не понимают солдат, за что он будет воевать. Немецкий солдат тоже, он далек от этого, что такое воевать. Да, можно убивать папуасов, извиняюсь за выражение, да, из-за тавтологии на африканском коллективнике, или безоружных топорабов, допустим, бросать в грудь в них абрамсы или самолеты и все остальное. Они не могут дать сдачи, потому что нет у них никакого вооружения. Да, у нас есть ядерный щит, но ядерный щит это крайняя точка. Теперь нет, когда все договорные способности, международные контакты, все прекратят свое существование как таковы. Поэтому вот это промежуточное, они хотят на нем и рассчитать силы и средства для того, чтобы максимально нанести вред. А то, чтобы уже отходиться назад. Виталий Киселев, спасибо, спасибо за ваш комментарий. Виталий Киселев, военный эксперт, полковник народной милиции РВДР, телекрам-канал «Настоящий полковник». Виталий Киселев, впереди подпишитесь. Я буквально два слова хотел добавить. Вот вышеупомянутый мой министр обороны Великобритании, который абсолютно вот-вот прямо, то есть не маскируясь, делает провокационное заявление. Но совсем не для того, чтобы их там комментировал российский МИД или тем более российские журналисты. Нет, это имеет абсолютно других, так сказать, адресатов. Вот. Но здесь имеет смысл обратить вот на какую вещь внимание. То есть почему англичане настолько безудержно повышают ставки в войне. Я кратко отвечу. Во-первых, как говорят довольно многие аналитики, пристально изучающие украинский военно-политический кризис, в какой-то момент действительно американцы передали ключевые рычаги управления войной в руки англичан. Трудно сказать, когда это произошло, но точно совершенно это произошло после срыва стамбурских договоренностей, после первых поставок британских Шторм Шэдоу и так далее, и так далее. То есть идеологи, скажем, главными продюсерами конфликта западной страны является, судя по всему, Лондон. То есть много оснований это предполагать. Второе. Экономическое положение Британии, и это не домыслы вашего покорного слуги, это, в общем, собственно, аналитика вполне себе уважаемых западных источников, экономическое положение Британии близко к катастрофе. Бюджетный дефицит непонятно.